Подружки, привет! У нас настоящая питерская зима! Я тут с Дуной, Бэйби Бёрн на Дуне. Рэм собрался на плавание. Пойдем, 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 пойдем. Тут, мне кажется, лопаты просто забыли купить в этом году. Да, скажи? Но у нас тут чуть-чуть почищенная дорожка есть, поэтому мы двигаемся. Так, тут еще сугробов немного. Короче, пока мы эти сугробы преодолеваем, увидимся с вами в бассейне. Буду потихонечку вам показывать, как Рэм плавает. Это для тех мамочек, которые меня спрашивали, какого фига большой ребенок на грудничковом плавании. Ну, не совсем. Там плавают и большие детки. Просто дело в том, что он в первый раз плавал после очень большого перерыва. И человеку просто нужно привыкнуть. Поэтому мы, собственно, и плавали, как груднички. Смотри, твой друг. Это наш любимый друг, который выдает нам конфетки. Привет, букет, да? Давай, заходи, котенок. Давай, беги. Так вот оно. Оказывается, проклятие материнское. Так матери все опаздывают. Пока через сугробы переберешься, черт, три часа пройдут. Ой, какая прелесть. А тут еще и лужа. Рэм, сел. Бэйби Берн, сел. Грант, сел. Все, пока мы, баба, едем, посмотрите, как Рэм и Арс поздравили меня с Днем Матери. Это было очень-очень клево. Я прям была дико удивлена и не ожидала такого поздравления. А еще Арс на этой неделе в Москве. Я с детьми осталась одна. И, собственно, это, конечно же, приличное невероятное. Но ничего, второй день. Мы справляемся. Все, погнали. Сегодня воскресенье, день мамы. И я весь день провела дома вдвоем с Грантиком, поскольку утром Арс отвез Рэма к бабушке. И они провели весь день там. Сейчас, когда они уже едут домой вечером, Арс мне написал сообщение, поставь камеру и сними, как Рэм зайдет домой. И вот мне интересно, мои мужики что-то там затеяли, связанное с Днем Матери. Или просто, может быть, не знаю, вроде там себе лицо разрисовал. И Арсу кажется, это очень забавно и нужно снять. Короче, очень уж интересно, что я увижу, когда откроется дверь. Ух, пи-и-и-и! Пи-и-и! Кацаны! Скажи, это мамочки, да? А что это? Мамочки дай. Дай мамочке цветочки. А-а-а! Спасибо, любимый! Дай еще маме цветочки. Подари маме корзинку. А это есть? Зайка, спасибо! Поцелуйчик. А поцелуйчик. На, дай маме корзинку. Ой, какая красивая корзинка! На, еще скажи. На, маме дай. Дай мамочке. Это мне подарок? Да, ты. Спасибо! Эй, как красиво! Это, скажи маме, это мамочки? Да. Спасибо. А что тут? Вот что папочка и сыночек мне подарили на день Святой Матери. Так, тут еще что-то есть. Ого! Так, тут... Давай ботиночки снимай. Чехол. Что еще? Иди ботиночки снимай. Так, стекло. Блин, ну вы, мужики, вообще! Тут даже попсокет есть. Иди ко мне, давай ботиночки снимай. Эй, даже попсокет есть. И чек добавили. Чтобы мать знала ценность и стоимость, да? О! Это к моему проводу. Класс! Слушайте... Ну я, конечно, не ожидал такого. Так, подружки, мы на месте и почти что не опоздали. Музыка. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok 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 котенком и чего там чего там скоро начнет мяукать и в общем не знаю что там колбасу превращаться а сейчас грантика я называю иногда человеком и мне говорят как же ты его называешь человеком вот так вот безлично вот так вот без вообще без характерно никак просто улыбаемся и машин называется и пока грантик сейчас спит две минутки расскажу быстро вам про логопеда это просто невероятная история я уверена что она понравится вам не менее чем не короче после нашего визита к неврологу я уже все бросила клич всем своим подругам баба у кого есть хороший логопед дефектолог нейропсихолог не знаю все что хотите мне нужен крутой крутой специалист чтобы заниматься и ставить речь рэма в общем жду пока мне кто-то ответит какие-то контакты мне присылают имейл свой читаю смотрю у меня письмо письмо вот подписчица я напишу дата здравствуйте я ваша подписчица смотрю вас на ютубе значит писала вам instagram директ вы там не отвечаете вижу что вы ну не прочитали письмо поэтому пишу вам здесь и очень надеюсь что вы мне здесь напишите я думаю ну окей сотрудничество наверно какое-то или чего ну в общем читаю дальше и вот она дальше мне пишет меня зовут анна я значит логопед магистр по нейро дефектологии у меня свой онлайн центр мы занимаемся детками занимаемся постановкой речи занимаемся логопедическими проблемами малышей и в общем я увидела ваш выпуск о том что вы сейчас озадачен этим вопросом я очень очень хотела бы предложить вам свои услуги и поработать с вами поработать с рэмом и помочь вам в опросе запуска речи вашего ребенка я такая о хорошо это уже неплохо я значит открыла ее ссылку значит этого онлайн-центра логопедите называется посмотрела несколько роликов думаю так интересно живенько как говорится и очень даже увлекательно думаю ну ладно поговорю но посмотрела по роликам понимаю что дети там постарше то есть там четыре года три года то есть реально постарше дети которые уже говорят но которым нужно подкорректировать эту речь и вот значит мы созвонились я отправила ей свой номер телефона она мне свой мы созвонились договорились о первой встрече обсудили какие-то главные моменты и вроде по телефону все замечательно звучит и все как-то многообещающе и вот приезжает ко мне великолепно она вслед за моей няне еще одна девка хеллоу я приехала розовые волосы на голове рэм просто в полном восторге до встречи она присылает мне кратенький видеоролик и говорит покажите пожалуйста рэму и скажите ему что сегодня приедет аня и ты с ней будешь играть и вам будет весело агать не спрашивай хочет он не хочет просто поставь ребенка перед фактом подготовь его морально к тому что приедет они и мы будем играть и нам будет гипер весело я говорю хорошо не вопрос значит посмотрел видеоролик улыбался прям завораженно на нее глядел я говорю а не к нам сегодня приедет в духовку они приедут мы в общем приехала аня и они провели первое свое занятие они провели первую диагностику значит она вот что мне понравилось безумно во первых открытая красивая вот четкая какая-то такая слаженная и и вот какая-то знаете такая нормальная работа с ребенком когда не мама не в стрессе не ребенок не переживает все просто начали играют как-то вот как вот знаете вот как будто бы вот просто день идет и все так должно быть какие-то занятия не задачи они выполняют она дает ему там вот эти все свои тесты то есть они там дули свечку она проверяла артикуляционный аппарат да то есть как лежит язык как он встает когда он произносит какие-то звуки если звукоподражание как он повторяет эти звуки как он себя ведет как он реагирует где его границы когда он начинает психовать когда начинает протестовать когда он к ней проявляет какой-то ну скажем свое какое-то обращение как он идет на контакт как он смотрит в глаза как какие у него там вот соматические все вот проявления как он реагирует когда она его погладит по руке когда она сожмет эту руку как он отвечает на вопросы то есть как он взаимодействует как он с ней работает в общем то есть куча всего что она посмотрела у нее сабанкета задала мне миллион вопросов начиная от моей беременности родов как он брал грудь уздечки не уздечки то есть как у него получалось то 5 10 5 10 миллион вопросов отмотали значит пленку обратно вот прям до беременности и по итогу она дала свое такое первоначальное заключение в основном конечно же еще требуется наблюдение но в общем под вопрос мы ставим артикуляционное его в общем развитие и способность использовать мышцы использовать язык правильно произносить эти звуки и в общем вот это вербальное его общение его развитие запуск как раз таки с точки зрения артикуляционного развития поскольку все остальное и уже мы знаем что неврологически все хорошо она также не видит никаких проблем я отправила и конечно же также заключение невролога чтобы она с ним позже потом ознакомилась и так далее ну и вот пришли мы к чему мы пришли к тому что мы друг друга влюбились муж меня спросил вот они занимались муж меня спросил ну как логопед я говорю арс я хочу чтобы она осталась с нами жить вот просто я хочу чтобы она с нами жила потому что она просто чудо и в общем и она как-то слава богу и в нас влюбилась сказала что рэм просто чудный ребенок и хоть она сейчас занимается исключительно онлайн центром и онлайн занятиями это с рэмом она хочет поработать и а мы пришли к тому что у нас вот внутри как-то зажегся такой огонек и мы решили что мы хотим запустить серию выпусков как раз таки наших занятий и коль уж мы уже ведем youtube канал то я с огромным интересом в том числе позволю как бы запустить как раз таки вот такой кейс наших занятий когда вы сможете наблюдать вот с первого дня прогресс рэма как он занимался как он работал и что он мог сделать в первый день и что у нас получилось какой результат мы получили вот неделя две месяц два три четыре пока мы для себя ставим четыре месяца вот вот эту планку этих минимум занятий которые нам должны помочь и даже по вашим комментариям вот когда вот первые вот эти видеоролики я не начала публиковать очень многие из вас не пишут и в директор том числе дать пожалуйста покажи занятия что сказал твой невролог какие конкретно занятия он посоветовал делать как вы занимаетесь дома логопеда когда найдешь пожалуйста покажи какие вот эти основные моменты на что нужно обращать внимание и я поняла что здесь вот в моем стиле нужно глубоко копать вот прям идти на все сто и я постараюсь как-то вот дельно записать эти видеоролики во первых чтобы не мешать занятиям рэма то есть камера вокруг там скакать я не смогу мне придется вот просто эту камеру поставить и просто чтобы они занимались время от времени можем может быть менять ракурсы и я вот предметно хочу саней поговорить и ей задавать вот каждый выпуск а не три вопроса и вот каждый раз предметные вопросы начиная с того на что обращать внимание когда идти к неврологу когда идти к логопеду когда кому идти вообще как понять ну потому что вот со всех сторон нас мамы бомбят бомбят просто экспертные мнения всех кому не лень что типа у тебя отсталый ребенок иди веди его к психиатру иди его к неврологу иди его к логопеду отвела его к логопеду к неврологу тебя тебе нужно отвести как минимум к трем неврологам потому что мнение одного невролога же не считается и ты уже такая сидишь, а нафиг ты отвела его к логопеду, тебе нужно к дефектологу, да зачем ты повела его к неврологу, так ведь сразу же видно, что ребенок здоровый, и ты вот сидишь и просто в ужасе, потому что ты не понимаешь во-первых, куда тебе бежать, куда податься, и более того, как выбрать правильно этого специалиста, потому что как только ты выберешь специалиста тут же все, опять же, кому не лень, будут тебе говорить, что ты неправильно выбрала неправильно говоришь, неправильные задания неправильные упражнения неправильно то вы делаете, а мой вот сказал вот так И вот я понимаю, что все мы мамы в таком неком смятении, а точнее сказать, в огромном смятении, потому что мы не знаем, как правильно. И когда ты стоишь так близко к этой ситуации, когда это твой ребенок, когда ты так переживаешь, потому что, баба, я скажу вам честно, я дико по этому поводу переживаю. Каждый даже ваш комментарий, он меня простреливает просто насквозь. Я реально переживаю по этому поводу. И вот когда ты уже на фоне таких смешанных чувств, ты еще стоишь, такая вся нервная, так ты еще можешь на логопеда своего повлиять, что он начнет нервничать, потому что ты над ним стоишь, и нужен результат. А почему он после пятого раза не говорит? Короче, очень много всего, поэтому, подруги, кто ждал и кто действительно писал мне, просил, хорошая новость, мы с Аней будем писать видеоролики и будем показывать вам каждый раз предметные наши занятия, наши упражнения. Так чтобы для вас также было немного более понятно, как лучше с ребенком разговаривать, как лучше решать эти все задачи, вопросы, как найти своего специалиста и, в общем, как с ребенком заниматься. Ну и плюс ко всему, конечно же, она имеет свою онлайн-школу и они проводят, у нее команды целых логопедов-дефектологов, которые проводят эти занятия и которые могут также помочь, если вам, например, она понравится. Я на этом этапе очень воодушевлена, и я действительно, ну, большие надежды возлагаю на нашу с ней работу, совместную, не на ее работу, на совместную работу, потому что и я, и Арс, и бабушка наша, и наше окружение в том числе должно будет тоже выполнять задачи и работать с ребенком, выполнять домашние задания. Так что я возлагаю большие надежды на нашу работу, и я более чем уверена, что она также поможет и вам, и вам, как минимум, будет немного легче справиться с вопросом запуска речи, если этот вопрос в вашей семье, с вашим ребенком актуален, и он на сегодняшний день, вот прям на повестке дня у вас стоит. Приветики-пистолетики! Привет! Матушка, у тебя сегодня домода! А ты... А ты... А ты... Привет! А ты... Привет! А ты... А ты... А ты... А ты... Привет! А ты... М... А ты... 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 Субтитры сделал DimaTorzok